Новость из мира электрической мобильности. Из китайского порта Сямынь вышел сухогруз, на борту которого находятся более сотни электромобилей Geometry C. Эти машины заказаны клиентами из Белоруссии и Израиля. Напомним, что холдинг J.L.E. некоторое время назад основал дочерний бренд Geometry, под которым решено выпускать самые продвинутые электромобили. Первенцем стал среднеразмерный седан Geometry A, к которому затем присоединился родственный хэтчбэк Geometry C. Оба типичные представители гольф-класса, но пятидверке полагается более мощный 200-сильный мотор. В зависимости от емкости аккумулятора, модель может пройти от 400 до 550 километров. Теоретически, если белорусская публика распробует вольт-амперную геометрию, то такой хэтчбэк появится и в России. Однако, московский офис J.L.E. пока интересничает, дескать, в ближайших планах выход электричек не значится. Продолжим разговор об электрическом будущем. Toyota Motor раскрыла новые подробности, касающиеся кроссовера BZ4X, прототип которого предъявили публике минувшей весной. Теперь объявлено, что будущей новинке достанется сверхвыносливый аккумулятор, который даже через 10 лет сохранит 90% изначальной емкости. Об этом представители Toyota рассказали на конференции, посвященной электрификации. Говоря простым языком, при планируемой дальнобойности на уровне 500 километров, даже спустя десятилетия машина сможет проезжать до 450 верст, тогда как скромные электрички теряют примерно четверть от своих возможностей. Между тем, румынская Dacia не готова заниматься электрификацией своих моделей, поскольку переход на электрическую тягу существенно увеличит стоимость машин. Об этом заявил глава отдела продаж и маркетинга бренда Javier Мартине. По мнению Мартине, покупатели Dacia не готовы переплачивать по 3-4 тысячи евро за чисто батарейные версии. Но если европейские власти будут вводить штрафы для бензиновых авто, то, конечно, румынам придется наступить на горло собственной бюджетной песни. И еще, продажник небольшой, но гордой марки, пожалуй, первым во всеуслышании озвучил общую мысль, что грядущие нормы Евро-7 чрезмерно суровы. И если новые экостандарты будут приняты, Европу ждет глобальное подорожание машин.